В фильме должны быть начало, середина и конец, но не обязательно в этом порядке, как и в жизни. Так считает Жан-Люк Гадар. Разрушитель канонов, он безжалостно отвергает все устоявшееся, привычное и обыденное. Кто-то считает Гадар гением, кто-то амбициозным шарлатаном, а сам он продолжает творить и удивлять. Еще в 60-е режиссер сочинил собственную эпитафию. Тебя ждет судьба худшая, чем смерть, ты станешь легендой. И оказался прав, став легендой еще при жизни. Сегодня Жан-Люк Гадару 85. Убийца полицейского пока не пойман. Одной этой фразы из газетной заметки хватило для того, чтобы Жан-Люк Гадар снял свой первый полнометражный фильм «На последнем дыхании». У него не было даже сценария, актерам приходилось импровизировать на ходу. Не было и денег. Для динамичного движения камеры использовали обычную инвалидную коляску. Зато у Гадара, кстати, бывшего кинокритика, было понимание, каким должно быть настоящее кино. Фильм на «Последнем дыхании» стал флагманом французской новой волны. В этом фильме было все неправильно. Кадры сняты как бы случайно из неудобных позиций. Герои, смотрящие прямо в камеру, рваный хаотичный монтаж. Но после этого «Последнего дыхания» французский историк кино Анри Ланглуа заявил, отныне существует кино до и после Гадара. Нарушать правила режиссер взял за правило. Фильм «Алфавиль», к примеру, снимал ночью на высокочувствительную пленку, почти без искусственного света. Результат – 3000 метров испорченной пленки. Но и это не смутило режиссера. Он смонтировал фильм из брака. Я побежал по прямой линии, которая походила на греческий лабиринт, на котором говорил Диксон. Кино – материальное доказательство происходящего, считает Гадар, и добивается правды в каждом кадре. Чтобы показать настоящий страх в фильме «Дети играют в Россию», он не предупредил машиниста поезда о том, что на рельсы вот-вот бросится Анна Каренина. Эту роль сыграла Ирина Апексимова. На пробах ее попросили выучить монолог Карениной. Но так как он в романе Толстого отсутствует, актриса решила схитрить, прочитать монолог из «Дяди Вани Чехова». Авантюра раскрылась только во время съемок. Я говорю переводчику о том, что, ты понимаешь, произошла такая история, я-то Чехова читала, а не Толстого. Тут было всех в шок. Говорит, вообще ничего. Я говорю, ну от Толстого там было только одно первое предложение. Говорит, а давай читай это предложение 19 раз. Свои фильмы Гадар называет музыкой, сочиненной при помощи красок или социологическим эссе в форме романов. Гадара надо смотреть одновременно с этим, о нем читать и его читать, и пересматривать. Если вы вдруг не знаете текст, который он цитирует, а это может быть философский текст, политический текст, а может быть какой-то дико попсовый фильм, который он случайно увидел, то тогда вы просто не уловите этой шутки, не поймете, что он вам хочет сказать. В 1985 году на Каннском кинофестивале Жан-Люк Гадар презентовал свой фильм «Детектив». Вдруг кто-то из зрителей с криком «Ничего не понятно» швырнул в лицо режиссера торт. Гадар облизнулся и сказал «Зато вкусно». В этом суть его творчества. Не всегда понятно, но всегда вкусно. Оля Шерифовна, Павел Каратаев, Новости культуры. К юбилею Жан-Люка Гадара наш канал покажет одну из самых успешных картин мастера «Безумный Пьеро». Смотрите сегодня в 23.50.